Дом 2 Здравствуйте! Я Ксения Собчак. Это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера к нам присоединилась новая участница Даша Сазонова. Дарья сумела понравиться сразу трем ребятам, и сегодня она отправится на свидание с одним из них. Ну а всех остальных участников сегодня ожидает невероятный сюрприз. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он им очень понравится. Сегодня 138 день нашей телестройки. Саша Нелидов очень расстроен тем, что Солнце остановило свой выбор на Мае и поселилось с ним в пятизвездочном домике. Вчера он вызвал Мая на дуэль. Однако все его попытки вернуть Солнце остаются без результата. Ваня не оставляет надежды добиться симпатии Кати. Но ей не нравится его поведение, и скорее всего у Ивана нет шансов. Новенькая участница Даша понравилась сразу нескольким ребятам в городке. Посмотрим, кто из них первым попытается очаровать Дашу. Несмотря на последний конфликт со Степой, Алена до сих пор сомневается, что между ними все кончено. Ребята не общаются и игнорируют друг друга, но друзьям они признаются, что чувства еще не прошли. Я не просила никого не орать! Яночка, подъем давно был. Девчонки! Я, ну это не говорится о том, что мы молчать-то должны в бараке. Ты че, Ян? Нет, иди и спи тогда. Ты же не одна живешь здесь. Я не просила никого не орать, я никого не прошу заткнуться. Я попросила просто... Чего бы ты попросил заткнуться? Ян, еще раз слово, мы тебя вытащили на язык. Вот веришь? Точно. И будем... Мы сужать, и мы орать, и мы орать. Нет, а Мафония... Вот, Ян, ты каждое утро просыпаешься с негативом. Ладно, я вот не нарывалась никогда на это, но мне сейчас это неприятно. Да. Яночка, ну мы сейчас будем... Ян, ну ты постоянно просто... Я напрягаюсь из-за того, что каждое утро, вроде, гимн для всех один. Кать. Бедные парни, да, Катька? Первое утро пришли, мы с ними разговаривали. Считай, пошли на примирение, потому что уже сколько их не было здесь у нас. Ты помнишь, сколько они не заходили уже? Да, да, они кофе не приносили, ничего. Бедненькие. Да, Катька? Угу. Мне жалко. Мне тоже жалко. Ваши шпи. Суперка, не скидывай кофе. Кофе, кофе нет? Сейчас кофе сделаем. Ребята, так жестко, на самом деле. Сама жива, да. А что, к чему еще не было? А она скупая. Кать, ну... Ну и чего? Катурик, ты что так как раз делала? Вы чего представляете, если бы так было? Давайте потанцуем. Давай. Ю-ху! Сейчас вон устрою. Еху! Левый бей! А? Левый бей! Это красиво. Левый бей! Левый бей! А-а-а! Ха-ха-ха-ха! А ночью что у тебя? Я ночью спать. Спать ночью хочешь? Угу. Такой животик у солнца красивенький. Ага. Солнышко. Нельзя сейчас солнышко моё трогать, потому что по тому жизнь так правится. А то до стройки не дойдём. Солнышко моё. Я не солнышко. Простите. Наташенька. Дурак ты не видал дурак. Дурак, согласен. Ой! Просто. Тун-тун-тун-тун. Наташ, пойдём покурим? Пойдём. Готовы составить план? Да, Катя, ты готова? Нет. Почему? Ну а что тебе нужно сделать, чтобы составила со мной пару? Чтобы я доверяла тебе. А почему ты мне не доверяешь? Почему ты мне не доверяешь? Доверяется ситуация тем, что ты предупредил про камеру. Ну так я же пытался для себя какую-то выгоду сделать, правильно? То есть, когда ты будешь делать выгоды для меня, а не для себя, вот тогда я может подумать о составлении пары. Когда ты будешь думать о себе, когда я тоже буду думать о себе, о себе. Ну что ты, блин, ну Катюха, не хохлись. Всё, готова? К труду и обороне. К труду и обороне. Готова? Я готова. Он сейчас запугаешь нашу дачу? Ну говорю. Да нет. Чтобы целенькую. Всё. До девяти вечера, чтобы была дома. Всё, до девяти вечера. До девяти вечера будет дома. Сказали целенькую. Ну всё, красотуля. Всё, пойдём. Давай. Подожди. Ладно. Блин, вы прощались, как будто ты уезжаешь от своего ёлки-палки. Да, да, да. Ты через неделю здесь будешь, что ты переживаешь. Не бойся, не бойся. Давай. Ну всё, удачи вам, ребята. Да, удачи вам. Ладно, чисто. Пока. Удачи. Пока. О, я не знаю. Ну всё, давай, Даша. А вот, давай. Ну да. А вот нам ещё надо. Вот. Давай. Оскар, взорви ракету. Да, взорвёт. А-а-а. Ничего. Давай. Всё. Давай, всё. Я не сомневаюсь, что ты скучать будешь. Даша. Пусть готовится к вашему принёту, 23-ю. Да, пускай готовится. Стоил накрывается. Спасибо. Меняем два секса на одну любовь. Меняем два секса на одну любовь. Любовь, меняем на два секса, любовь, меняем на два секса. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, у нас сегодня уехали на романтическое свидание Оскар и Даша. Сегодня на готовку я оставляю Олю Бузову и Солнце. В женском бараке будут убираться Катя с Яной, а в мужском Маша и Степа, потому что у нас жуткий бардак, и вы должны все сегодня убрать. Ну а замещать Ксению Бородину на стройке у нас будет Саша Нелидов. Ура! И вы все идете куда? На стройку! Идите! Вперед! Вперед! Возьмем бед! Я приветствую вас на стройке. Сегодня мы будем убирать вот тут. И как вчера, мы будем к швам приклеивать монтажную ленту. Мы будем их делать вот тут, вот тут, но не на окнах. Поэтому, друзья, давайте, друзья мои, сейчас расчистим место для работы, вот это все уберем, причем убирать будут вот это все Наташа, Май, Алена, Стас. Мальчик, как вас зовут? Убирать не буду. Андрей Анастас. Ломан. Отлично, друзья мои, убираемся. Сегодня я хочу поговорить о Саше Нелидове и о Мае. Ребята оба находятся в сложной ситуации, оба борются за руку и сердце солнца, причем каждый делает это по-своему. Победу удержал Абрикосов Майи. Ура! Майская жуча, порыва! Ты вообще совесть имеешь? Дай перчатку, Ром. Я вызываю Майя Абрикосову еще на дуэль. А что, у тебя одна дуэль мало, что ли? Мне нужна честная дуэль. Саша очень, мне кажется, болезненно воспринимает то, что происходит. Вы сами видите, насколько неадекватно он себя вчера повел. Я бы хотела, чтобы вы все высказали свое мнение. Оль. Значит, с того, что неадекватно слово немножко сюда не подходит, я хочу, чтобы все другие тоже поняли его ситуацию и не испытали к нему никакого агрессии и негатива. Потому что я в первую очередь поставила себя на его место и представила, каково бы мне было бы, если бы я любила молодого человека, он бы меня бросил. И потом, я бы каждый день видела свой любимый человек с другой девушкой. Вот, дружок мой, а тебе не показалось странным, что Рома очень так влюбленными глазами смотрит на Дашу? Да, что-то, Ири, меня за пальцами бери, пожалуйста. Пошел. Я вызываю тебя на уровне. Ребята, я когда-то тоже заметил, что Рома как-то... Ребята, все, я буду рядом, встаньте, пожалуйста. Я вас вызываю на бэр. Солнце, ну а как ты себя чувствуешь в этой ситуации? В какой? В такой, что из-за тебя происходят драки, войны, ребята вообще потеряли оба голову. Мне кажется, все равно это по-своему себе льстит. Хоть ты вчера и сказала, что... Мне это абсолютно не льстит. Я знаю, я знаю, я знаю. Скажите честно, вот я к вам ко всем прощаюсь. Вот если бы за вас дрались двое молодых людей, причем самых красивых, самых очаровательных, самых классных... Ну, не самых, конечно, но... Ну, одних из. Хорошо, сразу пошли Рома. Да. Вызывали бы друг друга на дуэли ради вас? Я бы, с твоей стороны, сделала все, чтобы предотвратить это. Вот я не знаю, Саша, я его очень уважаю, он приятен. Он приятен, он неинтересен. Но его отношение, его поведение... Я ему говорила тогда, я говорю, Саша, давай будем иметь достоинство. Это же неуважительно, когда он стоит... И это же смешно, просто смешно становится, когда он постоянно придирается к Маю. И этой дуэлью... И к тебе. И этой дуэлью он хотел показать себя... Что он хотел этой дуэлью доказать? Он хотел унизить... Что он лучше. Он хотел унизить Мая, показать, что он Май, не мужик. Тут речь шла о драке, о физической драке. Только Май, у Май сила в голове. Мужчина не обязательно должен иметь драться, у него сила в голове. Он всем своим поведением пытается доказать Солнцу, что не видав хоть, извините, ИГ, но Май и Г хуже. То, что Май типа слабее ИГ, и он пытался, все его настроение, вообще весь им путь был настроен на то, чтобы у него деть Мая. Но у него получилось это сделать? Нет, конечно же. Мы когда вот с Ромкой, с Сашкой, мы сидели, разговаривали, и он говорит Рома, что если бы у меня была такая ситуация, я бы во второй же день подошел бы и набил мою морду. Если бы он так к моей девушке вот так вот... Набил мою морду, не пафосно кинув перчатку при всех и оскорбив его этим, да? А сделав это действительно так, чтобы это никто не видел. Да, чтобы я даже об этом не знала. Завел за домик, к голове я надавал, и даже поговорил. Даже на этой неградости. Дуэль это была, потому что Сашка увидела, что уже все, Солнце, вообще полностью отдана Маю, и ему уже ничего не осталось. Если он просто надьет Май. То есть ты считаешь, что это некая такая последняя попытка? Да, да, да. Ребят, я вам хочу еще сказать, что не надо забывать, что Саша, у него все достаточно рационально. И я верю тому, что если Саша сказал, что он хотел выплеснуть агрессию, помнишь, мы вчера, когда с тобой втроем оставались, то это только это и значит. Он сам по себе, Саша, очень неординарная личность, очень неординарная личность. И поэтому он боится сам себя, он боится повести себя так, а как подумает Солнце или как подумают окружающие. Вот это он боится. На полу, он спал, на полу. Рядом со мной тоже на полу спал, так что на полу спустя не вижу. Все, понимаешь? В твоем голосе все-таки звучат, ну, таки ревно. Нет, я не согласна тогда с той формулировкой, что Саша боится себя повести так, как мне будет там неприятно. Понимаете, что Саша специально ее провоцирует на то, чтобы ей было неприятно. Всеми действиями он ее провоцирует. Кто-то может что-то посоветовать? Кому? Или предложить что-то такое, чтобы ребята больше так не ссорились? Я считаю, что Саше надо повзрослеть, оценить реально ситуацию, которая сложилась, и принять ее, и жить дальше. Хорошо. Я считаю, что это действительно неплохой совет для Саши. Надеюсь, что именно так он и поступит. Ребята, может... Ну что ж, а мы со своей стороны тоже постараемся как-то повлиять на Сашу, чтобы такие истории больше не повторялись. Да. Заврена дыма, дымс, I see you, I feel you. Я в иду, 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 иду. Залобно! Ну что, удалось ли я вас порадовать? Да! Дом 2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Как они строят любовь на ТНТ. Ну как тебе ощущения? Здорово, вообще на самом деле. Да, если честно, я тоже... Я никогда ни разу не была. Я не думала, что они такие, что это так все растет. Смотри, они прям моего роста даже розы. Они высокие такие? Я думала, они маленькие. Осторожно, осторожно. Колючие. Аккуратно. Если честно, я всю жизнь хотел побывать в такой вот оранжереи розы. Смотрите, прислала Дунькович Наталья, город Киров. Белебей, белебей, на все козни ты забей. Стас и Росик лучше всех, в доме будет вам успех. Вы добрее всех, дружнее, поэтому сильнее. Строить будете вы дом, не оставайтесь вдвоем. Я советую вам ждать и надежды не терять. Надо планировку сделать дом, делить напополам. Что-то такое. Беспонтовый стих, но приятно, наверное. Ну, ты классно, смотри, как сочинила, послала-то. Дорогие друзья, Дорогие друзья, дело в том, что мы прочитаем сейчас Ксении Собчак смс. Давайте послушаем. Собчак, ты супер! На свете 7 миллиардов человек! И только тебе я отправляю это сообщение, потому что 6 миллиардов 999 миллионов человек не заменят тебя. О, как приятно. Особенно мне. Отличный смс, да. Приветик, Бородулька, вы с Осиком? Ну, это я читал. Ксюха, ну когда же вы с Осиком объявите себя парой? Он уже никого не ждет. А вы так классно смотритесь. Удачи вам, ребятки. Передавай всем привет, а особенно Маше, Степе, Олечке и Роме. Причем интересно, что Осик сейчас, наверное, нас слышит на романтическом свидании с Дашей, и, наверное, у него сердце щимит сейчас. Даша, ну как тебе это местечко? Такое сказочное, романтическое. Здорово. Очень красиво. С каким персонажем сказочным ты себя усравниваешь? Больше как Дималочка, наверное. Почти. Я как раз тоже про это же и думал. Дималочка. Я помню в сказке Дималочка были эльфы, да? Ты бы хотел, чтобы тебе прилетел какой-нибудь эльф? Забрал тебя? Или куда-нибудь. Почти как сегодня. Да. Ну да. Только она эльфы не смахивает. Просто обычный человек. Обычный. Правильно. Маня, это неплохо. Ну как? Так просто и есть. Ну как? Вот смотри. Она там мается, ты маешься. И никак. И нельзя. Пусть. И вот другого парня работает с ним. У меня такие отношения, какие были, не устраивают. Не устраивает? Нет. А ты бы с монстровой девушкой быть? Да. Для проекта? Да. Не для проекта, для себя. Для себя. На проекте. Именно для себя на проекте. Да. Ты не переживай. О себе думай больше. Не надо обо мне думать. О себе думай. Ой, у меня вообще. Жигня какая-то. О, хорошая внутри. Пахнет так вкусно. Сейчас мы берем орудие труда. По кишечке. Хитрый. У нас обещал цветочек срезать. Сейчас мы его срежем. Срежем. Так. Аккуратненько, под углом срезаем. Чтобы потом он дольше, так сказать, жил. Пожалуйста. Спасибо. Кстати, она на тебя похожа. Такая же прекрасная, как и ты. Мы прям заваливаем комплименты. Пойдем дальше. Жи. И вот этот вот. Аккуратненько. Два. Вот, пожалуйста. Спасибо. Теперь вот этот букетик из трех роз. Вкусно пахнет, правда? Свежие розы, это вообще, конечно. Обалденный такой вкус. Я вот сейчас первый раз срываю розы в жизни. А я тоже не бреды не срезала. Что-то у меня здесь в жопу зацепилось. Стрея. Ты с листочком осталась. Да. Я тоже поцарапался. Чисто это свидание запомнил на всю жизнь. А у меня тоже старается. С сада мазохистское свидание. Пойдем дальше. Мне кажется, сейчас время как раз запечатлеть это все на камеру. Давай. Так. Какой миг. Давай, знаешь, вот сюда пройдешь. Ребята, у меня для вас, как я уже говорила сегодня утром, есть большой сюрприз. Наш главный приз уже не за горами. Оставшееся время, я думаю, пролетит для вас, для всех незаметно. И вы, участники телепроекта «Дом-2», равно как и наши телезрители, должны составить свое мнение. Кто является претендентом на главный приз? Поэтому теперь, ребята, за неделю до конца каждого месяца вы будете решать, кому из вас достанется приз месяца. 1 октября этим призом станет романтическое путешествие в Венецию на двоих. Оооо! Да ладно! Ну что, удалось мне вас порадовать? Да! Но это еще не все. Получить этот приз может только один из вас. Но победитель вправе выбрать себе того, с кем он готов разделить победу. Начиная с сегодняшнего дня, в течение этой недели, каждый день мы будем собираться здесь, для того, чтобы определить, кто, по вашему мнению, выбывает из борьбы за приз месяца. Выбывший из борьбы имеет право в следующем месяце претендовать на следующий приз месяца. Выбывших каждый день будет двое участников. Кто это? Две девушки или два парня или девушка и парень решать вам. Но 1 октября останется только один. И он будет победителем месяца. Ну что ж, а теперь о призах. О самом интересном. 1 октября главным призом будет романтическое путешествие на двоих в Венецию. 1 ноября этим призом станет автомобиль. 1 декабря квартира на море. Что будет на Новый год, вы узнаете позже. Это сюрприз. Ну что ж, ребят, а теперь я предлагаю каждому из вас аргументировать, почему вам нужен этот промежуточный приз. Начнем мы с Сашей Мелитов. Дело в том, что я мечтал попасть в Венецию. И мне будет очень приятно оказаться там с любимой девушкой. Мне нужно это поездка для того, чтобы мы вместе с Солнцем поехали в Венецию. Это нас сблизит еще сильнее. Куда уж сильнее. И благоприятно отразиться на творчестве надейся. Вот Земфири там только снилось, не было. Лондон, допустим, мы воочию видим Венецию. Вот так. Я думаю, что существенным фактором должна являться то, что некоторые люди сначала проекта пашут здесь. У нас осталось пятеро. И я была бы рада, чтобы эта поездка досталась кому-нибудь из них. И почему именно я? Ну да, вот правильно я сказал. Нам, наверное, было бы важно быть вместе. И куда-то съездить. И посмотреть на наши отношения вне лагеря. Лагеря. И к тому же я никогда не была с границей. Все. Я бы с удовольствием посетила этот замечательный город Венецию вместе с Ромой и показала бы ему этот город, потому что я там была. Это второй по красоте после Санкт-Петербурга. Я знаю Венецию очень много. И с удовольствием бы открыла этот город Роме. Ром. Я бы с удовольствием открыл для себя город Венецию. Особенно если бы для меня его открыла Ольга Бузова. Потому что он второй по красоте после Санкт-Петербурга. И я не был за границей ни разу. К тому же считаю, что Венеция это город романтиков. А мы как два влюбленных романтика обязательно должны там побывать. К тому же мы тут давным-давно уже. И те пять людей и их срок, я не думаю, что они намного дольше, чем мы. Я, допустим, всего лишь на три дня. Меньше, чем ребята. Поэтому у меня есть смело все поводы. Ребят, мне необходимо поехать. Мне надо поехать в Венецию. Я просто должен. Обязан посетить. Обязан. Или ты убежишь. Или я убегу. В Венецию. Я очень хочу поехать в Венецию. Особенно. Особенно, потому что до того, как я попала на проект, я перестала верить в любовь и даже себе запрещала влюбляться. Попав сюда, я безумно хочу любить. Я это поняла в действительности. И я надеюсь, что у меня будет человечек, который я буду любить и будет любить меня. И мы вдвоем хотим поехать в Венецию, потому что это город любви. А подружку нельзя будет брать? Любого человека, с которым ты хочешь разделить эту радость. Или с подружкой. Почему мне туда хотелось поехать? Потому что у меня родители туда ездили, и им очень понравился этот город. Я бы очень хотела поездить на гондольерах. На гондоле. Я же сказала, что в Тихом Омочи черти водят. Кто в Венецию посмотреть, а кто? Поездить на гондольерах. Степа, ты тоже хочешь поездить на гондольерах? На гондольерах я ездить не хочу. Я на самом деле не хочу на время проекта ехать в Венецию. По некоторым причинам. Для меня важнее всего... Я подожду декабря. Декабря... Друзья мои, сразу же выставляю кандидатуру в Венецию. Я не готов сейчас туда ехать. Молодец. Ну что ж. Теперь нам нужно определить двух участников, которые выбывают из борьбы. Я предлагаю свою кандидатуру. Ну что ж. Вот у нас есть один самоотвод. Я не согласна. Ничего страшного. Хорошо. Я считаю, да, что это не совсем правильно. Давайте все-таки голосовать. Начинай с Саши. Называй, пожалуйста, две кандидатуры. Степка и Ванька. Козел. Меньшиков Степа и Степа Меньшиков. Можно так? Нет, так не так. Тогда Степа и Даша. Хорошо. Май. Это Степа и Даша. Спасибо, что есть такие люди, как Степа. И поэтому это Степа. И, конечно же, Даша, потому что мало времени еще здесь. Ваня. И Яна. Хорошо. Рома. Ваня, Даша. Почему? Ну, они ребята молодцы, им и тут хорошо. Хорошая аргументация, замечательная. Степка. И Дашка. Я голосую против Вани. Против Вани и против тебя. Против себя нельзя голосовать. Ну, тогда Степа. Против Степы и Вани. Да. Ну, Степа сам себя выбрал, поэтому Степа. А потом Даша, поскольку Даша у нас только вторые сутки. Даша. Это Даша и Яна. Я считаю, это Даша и Ваня. Потому что тем, кто здесь дольше, более нужно сменить обстановку. Я считаю, что это Ваня, потому что... Почему? Ну, туда ездит для романти... Это как бы романтическое место, в принципе. А посмешить ты можешь и здесь. И Яна. Степа, поскольку он действительно хочет дом. Ну, это хорошо. Компортивом. Вот. А второго человека... Я даже не знаю, кого назвать на самом деле. Ну, назови меня. Вот все называют меня. Кто не знает, то с Ваней. Хорошо, давай я тебя назову. Все равно вторым человеком оказываюсь я. Все, все просто. Ну, против себя нельзя, да, голосовать? Ну, это Ванька, извини. И, конечно же, не Даша. Это Яна. Потому что Яна тут, я думаю, она до Венеции... Вот. До дома ближе. Я, конечно, голосую за Степана, но и второе за Яну. Потому что Даша, если попытается построить какие-то отношения... Если с тобой попытается... Зачем со мной? Зачем со мной? Дайте со мной. А чем ты плохо, интересно? Ну, я болею за брата. Ух, Каримова. Каримова, Каримова, Кирилова. Ладно. Ну, что ж... Ну, что ж... Даша, ты выбываешь из борьбы за приз месяца. Дом-2. Идея лучше всего, мы так подумали, поедет май с солнцем. Там как раз и он ее лишит детственности. Фишка, да? Ну, не знаю. Ну, грамотно же, да. Ну, надо говорить еще, солнце. Что, нахуй? Да, уже бабы ей все уши растрещали насчет детственности в Венеции. Она уже сама рада. Степка, ты что, лучше тебе лучше? Машина или квартира? Я сказал. Квахтерка? Все сказал, да. На море. Квартира. В гости ко мне будете приезжать? Будем. А куда ты денешься-то? Это все-таки часть и наша квартира. Заслуженная нашим голосом. Ну, не смею. Конечно. Не, я бы с удовольствием. Я вот самое тесто подхожу, и все глазки горят, все дуют такие. Да, конечно, я наподколол. Как-то мог язык такое сказать. Я думаю, я... Я даду вам в Лире. Добро сказать, до Смоленска в Лире. Ой, это у вас. Бедный Яна. Тоже ей жалко рада такая. Кажется. Ну, она орет, бегает. Думает, это поможет. Ну, не, наш человек. Сегодня оказалось, что у нас пара пар. Рома, Оля, Рома, Оля. Встречайте, Ксения Собчак и Ксения Бородина. Отлично. 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 Наконец-таки у нас есть время побыть вдвоем. Ребята, не мешайте нам. Дайте нам, наконец-таки, побыть вдвоем. Олечка, what's happening? What's going on? What's going on? What's happening? Спасибо, что дали нам с Ксенией возможность побыть наедине. Мы сегодня давно не видели, соскучились друг по другу. Ну что ж, сегодня было много интересных событий, но и помимо того потрясающего сюрприза, который, я надеюсь, вам всем понравился, у нас еще происходили некие действия здесь. Сегодня наша новенькая Даша ходила на свое первое свидание, которое состоялось с Оскаром. Я хочу, чтобы ты, Оскар, рассказал об этом. Ну, во-первых, хотела бы подарить вам, девчонки, цветочки. Маленькие, маленькие, маленькие. Да, подарки. Мы всем девушкам привнесли подарки. Такие вот. Непосредственно мы были в Оранжерейхлз. И вот мы вам тоже принесли подарки. Поздавки! Здорово и спасибо. Ну что ж, нам не досталось по цветочку. А что происходило у вас на свидании? Общение было на дружеской Польше. То есть мы общались, узнавали друг друга, гуляли по Оранжерее. Я даже, она выбрала розы, я ей сорвал несколько роз. Также его для вас собрали много роз. Гуляли. И что же ты нового узнал о Даше? Довольно-таки веселый, интересный человек. Любит танцевать, петь. Ну, такой активный. Один позитив, негатив я не обнаружил. Может, она сама с Ташкой не дать. Ты представляешь себя в отношениях с этим человеком? Пока нет. Нашуль, хочу тебе дать слово. Ты была удивлена тем, что Оскар пригласил тебя на свидание? Да, на самом деле, мне было очень неожиданно. Потому что я с утра только вот ходила, он ко мне подошел, так неожиданно сказал, что вот мы сейчас едем. Через пять минут мы выходим. Скажи, пожалуйста, что ты нового узнала о Оскаре? Или вообще, что ты о нем узнала? Как я думала, такой он и оказался человеком. А какой он оказался? Он такой открытый, приятный, который любит людям помогать. Дом 2 Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2 На самом деле, я считаю, главным сегодняшним событием все-таки тот сюрприз, который мы приготовили ребятам. Вы сегодня узнали о том, что у вас будет незабываемый шанс поехать в Венецию. Ну а в будущем, может быть, выиграть автомобиль или даже квартиру. Сегодня, во время голосования, почему-то сразу отказался от приза Степан. И общим решением было принято, что в голосовании не будет участвовать Даша. При всем при этом было очень много голосов против Яны. Ребят, я бы хотела у вас спросить, почему так произошло? Мне кажется, что во многом эти голоса против Яны были преддверием женского голосования. Я могу сказать, почему я против Яны свой голос задала. Потому что я не вижу пока для нее 10 человек, с которым бы она могла туда поехать. А я рассматриваю эту поездку как цель узнать друг друга поближе и с расчетом создать какие-либо отношения. Хорошо, тут же вопрос. Оль, а Маше есть с кем поехать? Или Кате? Или Наташа? Опять же, опять же, поскольку это на первый раз голосование, естественно, приходится выбирать. И если уж так откровенно, Машу я больше люблю, чем Яну. Хорошо, яна, тебе не показалось это странным и даже обидным, что так много людей поголосовало против. На самом деле то, что я думаю, это останется при мне, это мое личное мнение. Ну как ты думаешь, это не звоночек тому, что в следующем женском голосовании... Возможно, я этого никак не отрицаю, возможно, так оно и есть. Ты этого не боишься, Яна? Я боюсь. Нет, а я практически ничего не боюсь. Единственное, чего я боюсь, это физической боли. Ну я надеюсь, если ты не будешь в паре со Степаном, то это тебе не грозит. Кстати, о Степе и Алене. Ален, у меня вопрос к тебе. Вы до сих пор не помирились со Степаном. Я хочу узнать, какие для себя выводы ты сделала и какие решения ты приняла? Ведь сейчас вы не в паре, и логичным было бы спросить, хочешь ли ты построить какие-то новые отношения на проекте? Или ты все-таки будешь добиваться того, чтобы Степан изменился? Выводы я сделала еще три дня назад, когда все это случилось. Сейчас я могу сказать только то, что, видимо, это была ошибка двухмесячная. И это был не тот человек. И я думаю, что у меня не будет проблем найти свою любовь. Моя любовь меня найдет. А что касается Степы, я уверена, что ни одна девушка не будет к нему относиться и любить ее так, как я ее любила. Ай, тебе не кажется, что, может быть, нелепо сейчас отказываться от тех отношений, которые у тебя были, и в которых ты до сих пор находишься, ради какой-то неизвестности? Ну, мы же все сейчас смотрим на тебя и видим, что ты все равно испытываешь какие-то чувства Степана, разве нет? Нет. Ай, у меня один свой последний к тебе вопрос. Сейчас на проекте есть другой молодой человек, который мог бы тебя заинтересовать? Я не рассматриваю сейчас никакие кандидатуры сама. Я не раз говорила, что я очень постоянный человек. И единственным мужчиной, достойным, в принципе, вот как бы мне это странно сейчас говорить, является здесь Степан среди всех молодых людей. Вообще. Но, тем не менее, ты не хочешь продолжать себе отношения. Да какие отношения вообще? Это глупый вопрос. Может быть, Степ, ты нам что-то скажешь сейчас? Я не считаю, что отношения с Аленой для меня были ошибкой. Это был отличный жизненный опыт, жизненный путь, которым было очень много интересного. И я еще раз повторюсь, были минуты, когда я был по-настоящему счастлив. И я думаю, Алена с этим согласится. Потому что и она тоже была. А больше этих минут не будет? Мое сердце остается открытым. Для кого? Для Алены. Для Алены или для любви? Для Алены, я сказал. Я надеюсь, что вы все-таки, ребята, сможете найти взаимопонимание. И я думаю, мы с Ксенией, как и все здесь сидящие, надеемся на то, что вы помиритесь. А сегодня мы определяли, кому должен был достаться приз месяца, поездка в Венецию. И ребята решили, что из борьбы за приз выбывают Даша и Степан. Таким образом, претендентов на поездку в Венецию теперь 13. Завтра мы определим еще двух участников проекта, которые менее достойны приза, чем все остальные. Увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Народ, я вас смотрю. Кто сегодня дежурный? Понял. А что ты хотела? Ты брать это все, на что это передежурный? Ты больше всех надо? Уберут, не переживай. Да, ты больше всех надо. Уберут, не переживай. Ты что, больше всех надо? Да. А, ну давай. Хозяйственный, господь хозяйственный. Даша, молодец какая. Оп. Как-то летом мы приехали сюда. За проектом наблюдают вся страна. Мы мечтали все пять костингов пройти и остаться. Чтоб любовь свою найти, 15 клевых людей на проекте Дом-2. С нами, Ксения, Сомчак и Суша, Бородина. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на Звучит. .